Вы любите свою жену? Докажите. Вы можете назвать мне какое-то число, чтобы я понял силу вашей любви? Ведь когда вы встретили ее, вы ее не любили, а сейчас любите. Назовите мне день, когда вы начали любить. Ответить на это невозможно, но дело не в том, что любви не существует, а в том, что ее намного проще доказать со временем. Успех — это то же самое, это дело времени. Скажем, вы решили пойти в зал, подкачаться. Если вы сходите в спортзал, потренируетесь, вернетесь и посмотрите в зеркало, то изменений не заметите. И если вы пойдете в спортзал на следующий день, вернетесь и посмотрите в зеркало, то снова ничего не заметите. А если результатов нет и измерить это нельзя, мозг говорит вам, что это неэффективно, и вы бросаете дело. Но если вы на самом деле верите, что выбрали правильный путь, вы следуете ему, несмотря ни на что. Вы же не ждете, что после покупки цветов вас сразу полюбят. Вы продолжаете ухаживать и заботиться. И потом, со временем, все это перерастает в любовь. Так же и с вашей физической формой. Если вы будете заниматься постоянно и не будете это бросать, то рано или поздно вы начнете приходить в форму, по-другому никак. С успехом то же самое. Дело не в событиях, не в интенсивности, дело в постоянстве. Если вы будете чистить зубы раз в году, то они все выпадут. Вы должны каждый день чистить зубы по две минуты. А что дает сама по себе двухминутная чистка зубов? Ничего. Если только вы не делаете это каждый день, верно? Дело в постоянстве усилий. Девять часов занятий в спортзале не приведут вас в форму за день, а 20 минут ежедневных занятий приведут вас в форму. С отношениями все то же самое. Она влюбилась в вас не потому, что вы купили ей цветы на день Святого Валентина. Она влюбилась в вас потому, что вы, проснувшись утром, первым делом пожелали ей доброго утра, а не залезли в телефон. Она влюбилась в вас потому, что когда вы пошли к холодильнику за напитком для себя, то прихватили напиток и ей, даже не спрашивая. Она влюбилась в вас потому, что когда у вас был замечательный день, а у нее ужасный, вы не стали хвастаться своим днем, а сели и послушали рассказ о ее ужасном дне, проявили сочувствие и ни слова не сказали о своем замечательном дне. Вот почему она вас полюбила. Это не был какой-то конкретный поступок, и это не случилось в какой-то конкретный день. Это была сумма всех этих маленьких действий. И потом со временем она подумала, я люблю его. С лидерством все точно так же. Это сумма очень многих маленьких действий, которые сами по себе незаметны, даже бессмысленны сами по себе. Люди посмотрят на какие-то незначительные действия хорошего руководителя и скажут, это не сработает, и будут абсолютно правы. Но если делать их постоянные в сочетании с другими действиями, в долгосрочной перспективе это все изменит. Например, желать людям доброго утра и смотреть им в глаза. Мой друг Джордж был вице-адмиралом морской пехоты. Он поделился со мной своей проверкой на лидерство, она мне очень понравилась. Его проверка руководителей заключалась в следующем. На вопрос руководителя «Как дела?» нужно было ответить «Плохо». Настоящего лидера всегда должен волновать ответ. Как много раз руководители куда-то торопясь спрашивали на ходу «Как дела?» Если ответ был не очень, они отвечали «Извините, я опаздываю, поговорю с вами позже». Если вы задали вопрос, значит вы стоите и слушаете ответ. Вот из-за всех этих маленьких вещей, которые вы делаете снова и снова, ваши подчиненные потом скажут «Я люблю свою работу». Именно «люблю», а не «мне нравится». Нравится? Значит, да, задание интересное, зарплата хорошее, коллектив тоже. Люблю, значит, я не хочу работать где-то еще. Мне без разницы, сколько другие компании захотят мне заплатить. Я предан этому делу, этим людям и забочусь о них так сильно, будто они моя семья. Если у вас действительно сильная корпоративная культура, люди будут думать друг о друге, как о братьях и сестрах. Да, будут споры, пререкания, но любовь никуда не девается. Я могу поссориться со своей сестрой, но если вы будете ей угрожать, вам придется иметь дело со мной. Мы будем ссориться между собой, придираться друг к другу, но никто никого не обидит. И если появится внешняя угроза, мы единый фронт. Братья и сестры. Но как сделать из незнакомцев братьев и сестер? Общие взгляды, общие ценности. И, конечно же, родители. Это руководящий состав, который заботится об успехе своих детей. Который заботится о том, чтобы вырастить своих детей, обучить их важным навыкам, наказать, если нужно, помочь им развить уверенность в себе и другие полезные качества, чтобы они могли улучшить свою жизнь. Вот это лидерство, безоговорочная любовь и преданность по отношению к людям, которые посвятили своей жизни этому делу. Но это проявляется только в долгосрочной перспективе. Как и изменения на вашем теле после постоянных занятий спортом или после постоянного неправильного питания. Вы знаете, что первое полезно для вас, а второе нет. Несмотря на то, что спорт неприятен вначале, а съесть бургер приятно. В этом и проблема краткосрочных выгод. Они кажутся очень приятными, но совсем ненадолго. Но тот факт, что ваши постоянные правильные действия приведут вас к успеху, а ваши постоянные неправильные действия приведут вас к деградации, неоспорим. Так примените же эти знания в своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok